Всем привет, друзья! Прошло буквально полгода, как я построил вот эти вот часы, но, к сожалению, мне их пришлось снести из-за того, что пришлось строить второй этаж в музее. Также я в том видео говорил, что хочу построить часы, которые будут показывать 24 на 7, то есть как в реальной жизни, а не те, которые тут были, где внизу показывала ночь, а сверху день и было всего лишь 12 стрелок. Ну а сегодня я расскажу все особенности этих часов, мы их попробуем настроить, настроим их 100%, расскажу все особенности, все проблемы, которыми ты можешь столкнуться, ну и так далее. Как ты можешь видеть, приветствие записано, наступила уже ночь, да-да-да, вот так вот долго приветствие записывается, ну а сейчас там интро, типа такой вот переход красивый, мы приступаем к самому видео. Ах да, забыл сказать, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну и все, теперь приступаем к самому видео. Вот мы приступаем к самой постройке, нам необходимо взять вот такую вот плиту, вот так вот она выглядит, развернуть ее вот так вот, будем строить 2 на 2 плиты, вот так вот ставим их, чтобы получился вот такой вот квадратик, да, вот так вот он выглядит. Дальше берем любое дерево, или какое вам нужно, застраиваем, сейчас у кого-то сердце вывалится, или как там говорится, от того, что я трачу очень много дерева впустую. Из этого можно построить 20 часов еще было, если у вас сила строителя куплена. Вот такой вот построили мы квадратик, вот так вот он выглядит, ну и теперь приступаем ко второму этапу. Дальше нам необходимо будет поставить модули часов, как показано на видео, я не буду говорить, будет музыка. Короче, нам понадобится 12 модулей часов, и еще я сделал небольшой отступ для проводов, а то пришлось бы пол ломать, а это трудозатратно, чтобы потом его еще снизу отстроить. Поэтому я решил чуть-чуть вверх приподнять вот этот вот квадратик. Ну а теперь смотрим, как надо расставлять вот эти модули часов. Как только мы поставили все модули, если что, их тут должно быть ровно 12 штук, то есть 3 тут, 3 тут, 3 тут и 3 тут. С каждой стороны по 3. Теперь нам надо взять вот такие вот кубики и найти при помощи их центр. Примерно вот тут вот у нас находится центр. Центр, конечно, будет составить из нескольких кубиков, это мы все еще проверим. Я не уверен, что вот это вот именно центр, но вам надо как-то его будет найти. Как только мы нашли центр и убрали все другие блоки, нам необходимо поставить тут блок, вот тут вот этот блок по вот этой вот линии, потом расскажу зачем они. Еще один блок, и вот тут можно еще поставить вот тут, к примеру, снизу, потом расскажу зачем. Теперь берем красный провод или другой, любой, какой вам нужен, ставим один тут, и вот тут его заканчиваем. И у нас получается ровный красный провод. Берем следующий и точно так же жмем, и опять у нас ровный провод. Теперь, чтобы подключить неоновый провод к модулям, нам необходимо взять обычный провод. Да, берем вот так вот тут, как в прошлом видео, и просто их подключаем. По идее, должно работать, да, все работает. Потом настроим, не обращайте внимание на то, что горят у вас, скорее всего, если вы используете новые модули, то они у вас будут просто выключены или настроены по-своему. Теперь подключаем нижний, вот тут надо аккуратненько, ну так вот как-нибудь поставим, все. И теперь подключаем, и у нас тоже загорелось. Если у вас не горит, попробуйте с другого места подобраться. Все у вас должно гореть, даже если тут небольшое расстояние. Ну, теперь нам необходимо сделать вот эти вот остальные, я показывать не буду, но мы приступаем сразу вот к этим вот. И вот, на удивление, у нас все вот эти вот работают, стрелки 4. Если что, мы сейчас строим день, потому что красный цвет днем лучше видно, а ночью у нас будет синий, голубой, вот так вот примерно. Ну и другие. Теперь мы берем оранжевый, неоновый провод, да, неоновый провод. Ставим примерно его вот сюда, да, на глаз делаю все. Ну и вот сюда, все. Одно готово, дальше неоновый провод, оранжевый. Потому что основные стрелки у нас выделены красным, а второстепенные, которые показывают 4-5, вот эту пятую стрелку ставлю. Примерно на глаз, я не уверен, что будет ровно, чтобы вам просто показать. Ну вот так вот поставлю, да, ровно, более-менее. Берем провод, вот такой вот возьмем, все. И подключаем так же, как и красные ленты. Ставим следующую, рекомендую сразу вот тут вот ставить примерно, вот так вот, на глаз даже не буду смотреть. И подключаем. И теперь проверяем. Ммм, на удивление все работает. Ну и так же вот эти вот остальные ставим. Тут две, тут две, тут две, тут две. Ну и тут по две. Не буду тянуть время, не будет музыки. Просто переходим к следующему этапу. И ты увидишь, как это все построено. Ну вот мы и закончили одну шестую всей нашей постройки. Нам осталось настроить только вот эти вот модули. И то это только для первого циферблата. То есть для ночи или для дня, не помню. Вроде для дня я это строил. Потом нам необходимо построить будет точно такой же, но уже только для ночи. Ну теперь мы приступаем к настройке всего вот этого. Вот так вот все светит. Еще раз повторюсь, это всего лишь одна шестая всей работы. Еще нам предстоит построить второй циферблат. Прям тут вот тут будем строить. Еще построить вот таких вот модулей. Ну и декоративно украсить. И вот уже настала ночь. И наконец-то я их настроил. Мы уже сделали одну четвертую. Да, одну четвертую. Не одну шестую, а одну четвертую. Вот такие вот настройки можешь посмотреть. Сейчас я вот так вот отодвину экран. Можешь заскринить. Вот так вот эти настройки выглядят. Сейчас тебе вместе с нижним им покажу. Вот, можешь скринить. Прошу. Если хочешь построить такие часы. Заскринь и построишь потом. Все что сейчас будет вам показ, как они работают. Они работают только днем. Если что, день начинается у нас в 9 часов. То есть загорается вот эта вот стрелочка. И так же ночь наступает в это же время. Потом расскажу, как мы это сделаем. То есть мы поверх впустим еще, к примеру, синий цвет. И будет еще один-второй циферблат в этом же циферблате. Короче, потом увидишь. Ну а теперь просто показ, как они работают. Вот такие вот у нас часики пока что получились. И мы переходим к пятому этапу. То есть у нас вторая часть идет часов. Нам необходимо рядом с этими поставить на них еще одни модули часов. Как-то вот так вот примерно должно это выглядеть. Но это не точно. Ну да, примерно так. Поверх мы потом подключим к этому. И у нас будет два выбора. Либо проложить еще чуть-чуть проводов. Или подключаться прямо к этим. Чтоб как в реальной жизни. И тогда не будет понятно, когда день, когда ночь. В общем, переходим к первому варианту. Сейчас сделаю и покажу, как получится. Ну и мы перешли к шестому этапу. Сейчас у нас очень трудный выбор. У нас есть два варианта. К примеру, первый. Можно подключить вот этот второй модуль, второй слой модулей. Просто вот так вот вот. И типа не будет разницы цветов. Просто я хотел еще синим сделать. А также есть второй вариант. Когда мы берем неоновый провод. Вот такой вот. И натягиваем еще одним слоем. Можно поверх, можно внизу. Берем вот этот теперь провод. И подключаем именно его. Вот этот вот именно неоновый провод. И вот так вот у нас по идее должно получиться. Днем у нас будут гореть оранжевые и красные. А ночью синие, ну и океанического цвета. Короче, я буду делать по второму варианту. Самый первый, самый простой. Но я пойду по сложному пути. И вот такой вот мы результат получили. Тут небольшие проблемы случились с нижними. Потому что не было места, где провод прокладывать. Вы это учтите. Вот он нюанс небольшой. Надо предусматривать место для размещения проводов. Ну как-то так. Получился зажег именно нижний. Ну и вот эти сами зажглись. Чтобы показать, что все работает. Снизу неаккуратно. Ну в общем-то и видел, как это все подключается. И сейчас будет... Ну я сейчас настрою их. И покажу, как их настроить. Но именно процесс настройки показывать не буду. Спустя пару дней я все же их настроил. Сегодня у нас 20 декабря. И сейчас я тебе покажу, как выглядят их настройки. Можешь делать скриншоты вот так вот отодвинуться. Очень трудно было настроить второй ряд модулей часов. Из-за того, что ночью делиться очень быстро. Прям очень быстро. И было неудобно выставлять вот эти вот ползунки. Или как их называют. В общем, вот такие вот часики у нас получились. Ну и на этом я буду прощаться. Не забудь подписаться на канал. Поставить лайк. Написать комментарий. И да, добавили новые подарки. Вот такой вот добавили. Вот этот вот. И вот такой вот кругленький огромный подарок. Ну и на этом все. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok